Друзья, пожалуйста, помогите мне с вами, слышно меня видно, все ли у нас в порядке со звуком. Благодарю. Друзья, сегодня очень рада всех приветствовать. У нас сегодня тема с вами несколько необычная. Почему? Потому что я сторонник того, чтобы материал излагался из серии «Бери и делай». Сегодня будет так, но немножко мы с вами поговорим о более, может быть, глубинных даже вещах, чем просто «Бери и делай». О мотивационных и некоторых психологических моментах, которые очень часто приводят к тому, что человек просто бросает. То есть вот у него была энергия, у него было желание, у него была интересная тема, ему все нравилось, и он начинает писать, и потом вдруг какие-то возникают переживания, волнения, или сегодня поговорим, какие обычно бывают причины. И что-то не складывается. Так вот, наша задача сегодня поговорить, во-первых, разобраться в себе. Если у нас есть среди участников те, кто как раз находится в таком состоянии, то, может быть, прямо сегодня они для себя и сделают вот этот анализ, что с ними происходит, что им мешает. И, конечно, понять, а как двигаться дальше. Поэтому, в общем, сначала немножечко... Это зависит, Наталья Николаевна, от того момента, когда не сдаваться, потому что период подготовки диссертации очень длинный. И по-честному, совсем если говорить, да, я с большим количеством общаюсь с оперантов, докторантов, которые на разных этапах испытывают это состояние, когда вот уже хочется сдаться. Да, и вот чтобы мы не сдавались все-таки, а шли вперед, мы сегодня с вами поговорим на вебинаре вот о каких вопросах. Прежде всего, нам нужно понять, собственно говоря, вот эту текущую ситуацию. Если вы находитесь именно в таком состоянии, когда вы думаете продолжать мне свой путь или мне бросать, или вы еще только думаете вообще начинать ли мне его, да, и у вас есть какие-то переживания по этому вопросу, то, собственно говоря, мы сегодня посмотрим на несколько основных страхов, которые в головах находятся и нам очень сильно мешают в нашем продвижении. Второе, мы поговорим о том, что вообще некая тревога, волнение, боязнь, если хотите, да, это нормально, и несмотря на это нам нужно продолжать двигаться вперед, и просто учитывая некоторые обстоятельства. Ну и, конечно, поговорим о том, а как же это сделать, да, чтобы все-таки путь был понятен, и вы себя понимали, и путь, который предстоит одолеть, тоже понимали. Что касается вот этого вопроса, когда человек, очень часто этот вопрос стоит прямо в самом начале пути, то есть еще человек вообще не начал писать диссертацию, и он только рассуждает на тему «надо», «не надо», и вот в его голове сразу возникают сомнения. Я, несмотря на то, что сегодня использую слово «страх», понятно, что это не тот физический страх, который мы испытываем в каких-то критических обстоятельствах в жизни, да, это какая-то тревога, взволнованность, неуверенность, непонимание себя, да, то есть это какой-то такой комплекс целых чувств, в который вот мы в данном случае просто назовем этим словом. И понятно, что страшно всем, но кто проходил этот путь, тот, кто идет еще пока по этому пути, в какие-то моменты эти чувства не возникают. И поэтому самое главное для себя понять, а чего я вообще боюсь, да, то есть какие страхи наиболее актуальны, и, в общем, для того, чтобы понимать, что делать, надо сначала понять, с чем делать мы имеем. Ну и один из самых таких ярких страхов, которые присутствуют среди аспирантов и докторантов, которые бесконечно об этом говорят, потому что это действительно имеет место быть, это страх смены правил. То есть когда человек отправляется в этот путь, он стартует с какого-то момента конкретного, понимая, что в этот момент времени ВАК, как учреждение, которое будет давать потом степень, там, диссертационные советы, научная общественность, то есть что вот от него хотят на данный момент времени. Но понятно, что путь-то не короткий, да, он занимает несколько лет, и поэтому понятно, что на протяжении этого периода времени всё стабильно быть не может, и требования эти меняются. Но если бы, например, мы с вами 5 лет назад об этом говорили, я бы говорила об этом, ну, не то что теоретически, да, но изменения там были, но они были не такие грандиозные. Сейчас изменения действительно происходят, изменения происходят очень серьёзные. Почему? Потому что меняются требования, мы вообще сейчас находимся в ситуации, при которой происходит переформатирование, если хотите, всей системы присуждения учёных степеней. И поэтому очевидно, что не только сейчас, не только в 2019 году, но и в 2020 году эта ситуация будет постоянно видоизменяться. Будут меняться требования, будут меняться требования к публикациям, я уже сделала пост в группе по этому поводу, да, уже на рассмотрении есть документ о том, чтобы сделать обязательными публикации, не только которые в перечне ВАГ, но и в международных базах данных, да. Поэтому, да, это будет не для всех, да, это ещё не принято, но это уже обсуждается, этот документ, то есть тенденция уже понятна. Безусловно, будут дальнейшие какие-то изменения происходить, и поэтому, да, эта ситуация имеет место, но не стоит останавливаться только поэтому. Жизнь вообще вся изменчива, да, и поэтому если мы будем опасаться, что вдруг я не пройду через новые какие-то правила, ну, это не очень, наверное, правильная позиция, надо всё-таки двигаться, и надо просто принять, что это так есть. Для того, чтобы себя успокаивать, да, чтобы вы не потерялись в этих правилах, ну, пожалуйста, вы можете заходить на сайт ВАГ, периодически смотреть, что там происходит. Сейчас, опять же, даже сайт сменил свой адрес, тоже делала об этом пост. Он полностью видоизменился, и на нём сейчас не так просто найти ту информацию, которую мы на старом сайте тоже легко могли найти. Поэтому, если вам сложно или нет на это времени, или нет желания, пожалуйста, присоединяйтесь в группе. У меня открытая есть группа для аспирантов и диссертантов. Я там эту информацию выкладываю, чтобы вам облегчить ситуацию, чтобы вам не нужно было искать эти изменения. Второй страх, он, может быть, даже его на первое место надо было поставить, то есть я не перечисляю их в порядке, там, остроты, да, просто вот самые-самые, которые нам мешают. Когда мы вообще что-либо в жизни делаем, и понимаем, что ведь на нас смотрят наши коллеги, например, да, наши ученики и люди, которые, может быть, уже чего-то достигли большего, или наоборот смотрят на нас как на некий пример, нам очень неприятно, некомфортно оказываться в ситуации, когда нас оценивают. А диссертация – это такой проект, когда действительно вас будут оценивать, будут оценивать и вас, как человека, который умеет, не умеет говорить, презентовать свою работу, да, и человека, который провёл исследование, глубокое, неглубокое, как тема, как, то есть, постоянно будет какое-то оценивание. И, безусловно, вы не избежите, то есть, к этому надо быть просто готовым. Но также, как мы понимаем, что утром мы порснулись, и если погода хмурая, а сейчас, например, весна, может пойти дождь, мы берём зонт. Мы готовы к этому, или мы прогноз ещё посмотрели. Вот точно так же и здесь. То есть, если вы берётесь за этот проект, вы просто для себя должны чётко понять, что оценивать меня будут на каждом шагу. И вообще вот эта проблема, вот этот страх, он начинается даже с контакта с научным руководителем. Если научный руководитель, человек прямой, может быть, иногда немножко жёсткий, да, в своих оценках, то иногда даже на этом уровне, собственно говоря, ваше движение заканчивается. В частности, я всё время привожу свой пример. Когда я писала кандидатскую диссертацию, у меня был второй научный руководитель по кандидатской диссертации, общение наше сводилось к тому, что любой текст, который я приносила ему, он подвергался жесточайшей критике, что как бы это вообще не диссертация, это вообще непонятно что и так далее и тому подобное. И вот примерно в таком варианте мы общались какое-то достаточно продолжительное время. И через какой-то промежуток времени мне просто пришло в голову, что я совершенно напрасно решила писать диссертацию, мне это не дано, потому что там я вообще какая-то странная и так далее и тому подобное. И я вообще отчислилась. То есть я прекратила писать работу, потому что вот это вот даже не страх критики, а реально то, что тебе постоянно вот это говорят в каком-то агрессивно напряжённом состоянии, вот я в какой-то момент времени не смогла пройти вот этот вот путь с этим человеком. Да, я отчислилась, правда, ситуация потом разрешилась, и, собственно говоря, чтобы не бояться критики, как ни странно, надо показывать свою работу, общаться с большим количеством людей. Когда вы понимаете, что вас один, второй, например, покритиковали, а 10 человек похвалили, то у вас есть какое-то, знаете, такое основание считать, что, может быть, они ошиблись, или просто дать им право на своё мнение. Да, люди имеют право на это мнение. И поэтому я была очень счастлива, что я поехала на конференцию, которая проходила в ВУЗе, где я раньше работала, и зашла на свою кафедру, и на кафедре, собственно говоря, получила нагоняя, что как это так, как это, что ты перестала писать, срочно, значит, ищи нового научного руководителя и начинает двигаться, потому что тебе останавливаться нельзя, всё у тебя в порядке, давай, давай. Вот, поэтому какие здесь могут быть методы борьбы с этой ситуацией? Да, во-первых, понимание того, что это, да, это стандартная ситуация. То есть вы не идёте к себе на юбилей, где вас там только хвалят и говорят, что вы замечательные. Вы, наоборот, идёте по тому пути, где будут говорить, что что-то не очень. И про вас, и про работу, и про всё подряд. Поэтому общайтесь ещё и с другими людьми, и не бойтесь этого. Следующий момент – это, конечно, страх отсутствия контроля. В чём, как бы, сложность? Мы вообще в жизни очень хотим, собственно говоря, для этого мы планируем какое-то время, да, мы контролируем свой день, начну с этого, потом сюда, потом ещё что-то. Когда мы контролируем, нам кажется, что этот путь более предсказуемый, более нам понятен, и, соответственно, мы как-то более спокойно продвигаемся. Неважно, карьера это, или это подготовка работы, или это какое-то общение с людьми. Так вот, в данном случае контроля у вас не будет в принципе. Вы почти ничего не можете контролировать. Почему? Потому что большая часть вашей деятельности, а деятельность аспиранта – это не только подготовка диссертации, она будет зависеть не от вас. И поэтому, мало того, что вот эти правила будут меняться, кроме того, вокруг вас будут постоянно меняться люди, потому что вы будете с одного этапа своей деятельности переходить на другой этап, и там будут уже, например, поучились вы в аспирантуре, пообщались с научным руководителем, с кафедрой, например, со своей… Все, написали работу, вы переходите в диссертационный совет. Там совершенно другие люди, официальные оппоненты, эксперты и прочее подобное. Это совершенно другие люди, и, естественно, здесь вы не можете ничего контролировать вовсе. А уж когда ваша работа отправилась в акт, мы просто сидим и ждем решения. Поэтому это, опять же, это из серии той ситуации, которую просто надо понять и принять, что да, она такая. А если вам спокойнее, пытайтесь контролировать те моменты, которые вы можете, которые вы как-то можете спланировать хотя бы. Да, мы сегодня позже об этом поговорим, как выстроить вот эту стратегию и как процессы организовать, чтобы они вам поддались проще. Но в целом контроль с вашей стороны очень маленький. Еще очень большой страх, причем это страх, который наступает в пути, когда вы уже работу написали, и когда, знаете, какая складывается ситуация, большинство людей, которые уже в этой стадии находятся, они говорят, я уже эту диссертацию воспринимаю как своего ребенка. Да, ну так вы уже сколько времени ею занимаетесь, столько времени, труда всего вложено. И вот вы ее как бы написали, и возникает ситуация, что ее нужно показать в диссертационный совет. И вот здесь безумный страх возникает, а вдруг мне в диссертационном совете откажут? А вдруг мне скажут, что это плохо? На самом деле, друзья, во-первых, да, могут отказать. Опять же, вот давайте будем смотреть правде в глаза, да. На самом деле, могут отказать, но это не такое частое явление, как оно может показаться, потому что если диссертационному совету в принципе понравилась ваша работа, она написана хорошо, но, например, есть какие-то вещи, которые можно как-то подработать до защиты, подработать уже, естественно, не в тексте, если вы официально подали работу, да, сразу оговорюсь. Значит, до диссертационный совет можно привести работу двумя способами. Первый способ неофициально. Это что значит? Это вы когда подобрали диссертационный совет, вы можете туда поехать или пойти, если вы в этом вузе учитесь, где есть диссертационный совет, да, и просто неофициально поговорить, что я такой-то, такой-то, у меня вот такая-то работа, я ее готовлю, можно я кому-то работу покажу. И если диссертационный совет заинтересован в защитах, в принципе, чтобы защиты были, а диссертационные советы сейчас очень заинтересованы в защитах, почему? Потому что по поводу них реализуется дорожная карта, оптимизация этих диссертационных советов. И если защит не будет, эти советы будут закрываться и по этой причине тоже. Поэтому, когда совет заинтересован, когда вы показываете тематику, которая им кажется в научном тренде находится, то они могут посмотреть эту диссертацию до того, как. Естественно, если вы ее собираетесь привести вторым путем, то есть сразу официально подать ее в диссертационный совет для рассмотрения, то там шансов на изменение какого-то в тексте практически не будет. Почему? Потому что процедура сейчас устроена таким образом, что вы сначала размещаете диссертацию на сайте организации, то есть на сайте диссертационного совета вас инструктируют, как это сделать. Вот, вы это размещаете и только потом они ее начинают рассматривать. А уже после этого вы поправить там ничего не можете, если все делать по правилам, опять же, да. Поэтому здесь, может быть, не стоит бояться отказа, а может быть, как побороть этот страх, может быть, найти способ в понравившийся вам диссертационный совет привести работу раньше, чем вы ее официально хотите заявить. Вот и все. И весь страх ваш сразу же исчезнет. Но если откажут, значит, вы будете искать другой диссертационный совет. Тоже ничего такого сверхъестественного нет, все в порядке. Поэтому здесь есть методы, как бороться. Еще один страх, который может казаться не очень серьезным для диссертации, опять же, когда человек, особенно аспирант, то есть человек, который первый раз пишет диссертацию, начинает эту деятельность осуществлять, ему вообще кажется, что вот его задача только в том, чтобы написать диссертацию. Это совсем не так. И когда дело доходит до того, что надо принять участие в конференции, или вас просят выступить на кафедре, или там еще что-то, то есть вообще надо тренировать этот навык, да, публичных выступлений, то здесь возникает у некоторых прям дискомфорт от этого. И по большому-то счету мы чаще всего не боимся выступить по теме. Ладно, мы готовы что-то сказать, да, и может быть, чем дальше вы будете продвигаться, тем более серьезное выступление вы готовы будете сделать. Но самое главное, мы боимся опять неожиданности, каких-то вопросов, которые внезапно могут быть заданы, как на них отвечать, как себя вести в той или иной ситуации. И поэтому здесь, опять же, этот страх тоже победим, и, соответственно, очень просто он победил. Что боитесь делать, то и делайте. Если вы чувствуете, что вам дискомфортно выступать, значит, выступайте везде и всюду, где только можете найти трибуну для себя. Почему? Потому что ваша задача состоит в том, чтобы не просто победить этот страх, а чтобы выработать у себя такой навык выступления, чтобы когда у вас случилась защита диссертации, вы вообще об этом не задумывались. чтобы у вас не было переживаний о том, как я сейчас буду это говорить и как я буду отвечать на вопросы. Здесь тоже, безусловно, есть определенные техники ответов на вопросы, есть определенные фразы, которые можно использовать, если вы не знаете ответы на вопросы. И желательно эти фразы, эти такие заготовочки для себя сделать, и не только на конференции, но и на защиту, потому что хуже, когда вы вообще молчите, чем если вы отвечаете, ну, какую-то такую стандартную, малоинформативную фразу. Ну, как-то себя в любом случае надо спасать, если вот вы находитесь в такой ситуации. Поэтому, что касается страха, вот это основные страхи, которые нас преследуют, причем они такие цикличные, он то пропадет, да, то появляется, то он ослабел, то он вообще там поднялся невозможно. Поэтому здесь нельзя сказать, что вы его победите раз и навсегда, вы вместе с этими страхами будете дружно идти по своему пути. Но если вы их знаете, то вам уже будет это осуществлять движение более спокойно. Давайте опять же, сейчас я не настаиваю, если хотите, да, то, чтобы мы могли более внимательно это обсудить. Те, кто реально пишут диссертацию, напишите, пожалуйста, в чате, буквально циферку можно поставить, какой страх вам мешает. То есть вот если вы сейчас находитесь в ситуации, что вы теряетесь, вы не знаете, как вам дальше двигаться, вообще надо ли двигаться, да, что вам что-то мешает. Если вы в чат не хотите писать, то, пожалуйста, где-то себе, прямо сейчас, да, раз уж вы пришли на вебинар, вы потратили время, попытайтесь решить для себя вот этот вопрос, чтобы вы ушли с каким-то проанализированным состоянием, да. Ирина Альбертовна, я согласна с вами, самое главное, вот необоснованные это какие, да, в данном случае самое неприятное, когда требования меняются прямо перед ситуацией, когда у вас нет времени на них грамотно, быстро и качественно отреагировать, вот это вот страшно. И смотрите, вот у нас получается, что двоечки у нас чаще, да, то есть все-таки вот эта оценка, то, что нас будут оценивать, это уже, Алексей Михайлович, конечно, ужасно, когда тема меняется в пятый раз за шесть лет, это, конечно, можно бояться конкретного, можно еще как, можно бояться конкретного оппонента, согласна с вами или представителя ведущей организации. Так, например, ГОСТ, одни правила, ученый-секретарь требует другие. Алена Михайловна, здесь знаете, в чем ситуация? На самом деле, вот я общаюсь с людьми, которые готовят диссертации по разным абсолютно специальностям, и за эти годы, которые я помогаю людям, да, мы выяснили, что есть очень большая специфика. И здесь ученый-секретарь может быть даже не свои какие-то требования или не требования диссертационного совета транслирует, да, а некую вот эту специфику, которая сложилась внутри данной специальности. Например, у медиков, у педагогов, у психологов, у архитекторов, очень большие вот эти вот отличия, да, просто, ну, элементарно, вот если вы посмотрите, посмотрите работы по архитектуре, например, там в кандидатской диссертации два тома. Первый том – это текст, второй том – это всевозможные материалы дополнительного плана, но их не разрешают соединять вот воедино. Опять же, не во всех диссертационных советах это происходит, поэтому в данном случае мы с вами должны понять, наша задача – дойти до цели, и если человек говорит нам то требование, которое нам поможет это сделать, ну, значит, надо просто прислушаться и все. Я благодарю всех, кто ответил на вопросы, те, кто постеснялся написать. Вы, пожалуйста, самое главное для себя сейчас отметьте, потому что мы дальше будем продолжать, и я постараюсь показать, какие приемы есть для того, чтобы вот с этими страхами поработать. Есть еще страх, что кто-то раньше… Ой, Наталья Николаевна, это вы прям вообще в точку, потому что еще есть, знаете, какой страх? Еще есть страх, что твои идеи кто-то увидит, да, и этими идеями воспользуются. Поэтому вот страх, когда вы говорите, что раньше кто-то напишет, это способ решения очень простой. Пишем динамично, да, не застреваем. А что касается страха, что у вас могут забрать ваши идеи, а это сплошь и рядом, друзья, к сожалению, да, вот давайте опять же правду говорить друг другу, это сплошь и рядом. Я даже не буду приводить пример участницы моей программы, там просто дикий пример, когда у нее там содрали несколько страниц, взяли себе там и так далее, и в общем неприятный очень пример, причем как раз там с новизной. Вот. И здесь главное – публиковаться, публиковаться, публиковаться. То есть, чтобы ваши идеи, они уже за вами были закреплены, как за автором. Филологов есть, профит, который себя спрашивает. Евгения Юрьевна, ну опять же, да, ну все же мы разные, кто-то спрашивает про Чехова, кто-то спрашивает про кого-то другого. Да, ну что, раз вы знаете эту информацию, надо готовиться и к этому вопросу тоже. Давайте теперь разбираться дальше. Почему, когда возникает страх, мы не боремся с ним, а мы как бы вот впадаем в такое состояние, какого-то, как недвижимое такое состояние, да, и мы, у нас сразу такое желание, ну и ладно, и вот взять и все бросить, да. А происходит это по некоторым моментам. Первый момент, ну мы же с вами организм, да, мы же не роботы, мы люди, и поэтому у нас, когда мы испытываем это ощущение страха, эту эмоцию, эти переживания, пусть даже это тревога, волнение, не знаю там, то у нас обязательно происходят какие-то внутри процессы, нервное мышечное напряжение, то есть нас всех скукоживает, мозг начинает отключаться, никаких идей не происходит и так далее. Поэтому, когда мы, когда вы себя застукали в этом состоянии страха, да, когда вы поняли, что вы боитесь, первое, что нам нужно, как нам нужно проблему решить, нам нужно прежде всего научиться вот расслабиться, да, вот это нервное напряжение нужно убрать, потому что иначе вы просто не сможете дальше двигаться, просто потому что организм на это не способен. И второй момент, который опять же одновременно со страхом происходит, вот подтвердите, у кого такое бывает, поставьте плюсик в чате. Например, вы понесли свой текст, вам сказали, что так, все плохо, все плохо, и вместо того, чтобы просто прийти домой и начать работать с текстом, мы начинаем накручивать эту ситуацию. Мы говорим, ой, ну если уж научный руководитель говорит, что плохо, то что эксперты мне тем более скажут плохо, а может действительно у меня, все плохо, а может быть мне надо вот так, а вот может быть мне надо по-другому, или вообще все бросить, или поменять тему, или поменять научного руководителя и так далее. И мы к одному вопросу накручиваем 10 переживаний каких-то дополнительных, которые нас вводят еще в более глубокое состояние. Кто с такой ситуацией сталкивался, когда вот вы сами, нельзя накручиваете, накручиваете бесконечно вот эти вот вещи? Людмила Юрьевна одна, кто сталкивался с такой ситуацией. Нет, вы не одиноки. Я тоже с такой ситуацией сталкивалась, поэтому я думаю, что участники вебинара тоже, но просто не решаются ответить. Поэтому что нам нужно сделать? Однозначно мы четко с вами понимаем, что страх есть, это ситуация, нормально. Надо себе, во-первых, позволить бояться. Да, это нормально, ну и что, я живой человек, я боюсь. Но мы должны так бояться, чтобы это вам помогало, а не мешало. Вот как ни странно. Бывает же такое состояние, когда, что называется, ресурсное состояние, да? Я боюсь, но я как бы так настроилась на победу, что я продвигаюсь вперед. Поэтому нам надо научиться попадать именно в такое состояние. Иногда всякие раздумья грузятся в голову вместо раздумья. Так, а вот оно так и происходит, Юрия Юрьевна, я с вами абсолютно согласна. То есть вместо того, чтобы направить энергию в мирное русло, что называется, сесть и работать с темой, мы начинаем загружать голову вот этими ненужными переживаниями и, соответственно, более того, мы часто переживаем о том, что еще не случилось. Мы начинаем думать, а вдруг мою работу не возьмут в диссовет? Так вы еще туда ее не возили, да? Мы уже начинаем по этому поводу переживать. А вдруг у меня будет там жуткий официальный оппонент? Потому что, когда вы начинаете общаться с аспирантами, докторантами, то официальные оппоненты – это такие злые бабайки, которых, естественно, надо бояться. Я, когда бываю официальным оппонентом, я все время думаю, что же интересно человек думает по поводу моей персоны, да? Поэтому, ну, они такие же самые люди, ничего там страшного нет, ну, просто это человек, который проверяет вашу работу. Соответственно, что значит бояться правильно, да? Прежде чем начинать работу, если вы поняли, что вот вы боитесь, вот у вас есть вот эти страхи, и вы сегодня раз за компьютер сели и начали работать, это не получится, да? Нужно сначала привести себя в соответствующее, в ресурсное состояние, из которого вы сможете работать. И первое, что важно, я почему попросила написать в чате цифрки, а то те, кто постеснялись, не написали, для себя определите, что вам мешает, чего вы боитесь, признайтесь себе, в том, что вот у меня-то на самом деле вот этот страх, мне вот это без разницы, и выступить я смогу, и это я смогу, а вот это вот я боюсь. Это очень важный шаг, потому что, когда вы идете какой-то путь, вам очень важно понимать, а где вы сейчас, где вы и в каком состоянии вы сейчас. Поэтому вот это, это первый шаг, да? Второе, тоже очень важно, ответить себе на вопрос. Вот я, например, понимаю, что вот этот страх есть, и я понимаю, что вот он такой, да? А неплохо было бы понять, откуда берутся корни у этого страха, да? Почему вы боитесь, например, того, что вас будут критиковать? Возможно, вас очень часто критиковали, или вокруг вас окружение критически настроено. Если это так, значит, смените окружение, значит, вот с этими, ну, смените в каком смысле, не обсуждайте диссертацию, например, с этими людьми, а найдите других единомышленников, которые, не важно, онлайн они или оффлайн, эти люди, да? Которые в этом же состоянии, и они готовы более конструктивно общаться по этому поводу, да? Ну, иногда это бывает, например, страх публичных выступлений связан с тем, что человек вообще никогда не выступал, или там даже стеснялся выходить, например, отвечать, там, и так далее. То есть покопайтесь немножечко внутри, посмотрите, загляните вот в эту ситуацию, откуда это взялось, тогда будет проще с этим страхом поработать. Потому что если вы его просто увидели, но не поняли, что это как с диагнозом, понимаете? Например, у меня болит голова, да, я увидела, у меня болит голова, я чувствую, что голова болит. А вот на этом шаге надо понять, в связи с чем она болит, давление поднялось, нервное напряжение, или может быть там простуда начинается, или что, да? И только тогда я смогу с этим справиться. И в этой ситуации тоже так же. До тех пор, пока я для себя не поняла, что вот это ежевстречное, скажем, сколько мы раз встречались, столько я получала свою порцию критики, что вот именно это меня останавливало, все остальное меня не останавливало. Ну, изменят правила, ничего страшного. Ну, надо там что-то переделать, ничего страшного. То есть вот это вот, я просто пересмотрела свое отношение к критике и к этому пути. И я просто позволила, да, люди, ну, такая ситуация, пожалуйста, покритикуйте меня. Что-то я приму, что-то я не приму. Я как автор имею право какие-то замечания не принимать. Так, я перед защитой представляла... Интересно, что мне никогда не помогало обдумывание ответа заранее. На самом деле, заранее готовиться имеет смысл, но, естественно, мы не сможем все вопросы предугадать. Вот в этом дело, да, что идут читать лекцию студентам, и после могут быть вопросы не совсем по теме иногда. Кажется. Наталья Николаевна, тоже вариант, да, тоже вариант. На самом деле, смотрите, когда мы знаем, чего мы боимся, мы вот всякие вот эти вот хитрые приемы для себя придумываем. Не бойтесь по своей теме, вы знаете все лучше, чем вы боитесь, кто сидит в комиссии. Евгения Юрьевна, это, с одной стороны, классная фраза, да, что вы знаете, с другой стороны, смотрите, в чем она интересная. Вы-то знаете, а эти люди сидят в диссертационном совете там или где, как эксперты, и им-то надо показать, что они тоже знают, и поэтому они вынуждены задавать вам вопросы. А если человек глубоко тему вашу не знает, он посмотрел только автореферат, ваш, например, ему нужно задать вопросы, эти вопросы могут быть странными, то есть эти вопросы могут быть, как мы говорим, не в тему немножко, да, поэтому на самом деле проще защищаться в совете, где уже не первая работа по вашей тематике, ну, близкая какая-то, да, и где есть реальные люди, которые занимаются этой темой, и так далее, да, поэтому вот здесь вот очень, тут как бы палка о двух концах, это тоже нужно иметь в виду. Еще один очень важный момент, если вы понимаете, что вы боитесь, например, вот выходите на публику, и все, у вас начинается внутреннее вот это состояние, которое просто приводит вас в нероботоспособное состояние, значит, что нам нужно делать? Нужно научиться успокаиваться и восстанавливать энергию, если вы чувствуете, что вы, например, бывает такое, что вот вы пообщались с человеком, там полчаса или час вышли из этого кабинета, у вас такое ощущение, что у вас всю энергию забрали. Наша задача восстанавливать это свое ресурсное состояние и успокаиваться. Самый простой способ, как научиться успокаиваться, это научиться любой самой простецкой дыхательной практике. Когда вы начинаете медленнее и спокойнее дышать, хотите вы, не хотите, вы все равно успокоитесь. И если вы заранее начнете практиковать, ну, во-первых, это полезно просто для организма, вы начнете меньше болеть, у вас начнутся совершенно другие взаимоотношения со своими легкими, да, со своим организмом. Я дыхательными практиками занялась, потому что я в детстве очень сильно болела простудными заболеваниями и, в общем, что называется, убила двух зайцев, да, с одной стороны, научилась вот такому приему, когда нужно успокоиться, быстренько подышала, причем это можно сделать абсолютно незаметно, многие считают, что это вот, ну, так как я буду дышать при всех. Это дело практики, да, то есть этому можно научиться. И это беспроигрышный абсолютно прием, который позволяет себя вот успокоить. И, конечно, когда мы говорим о том, чтобы восстанавливать энергию, постоянно говорю всем своим участникам всех программ, друзья, чаще бывайте на природе. Гуляйте, занимайтесь спортом на природе, бывайте в лесу, бывайте там, где угодно, пусть это будет парк, где угодно, потому что давайте следующий вебинар отдыхательных практик. Наталья Николаевна, да я с удовольствием. Если Директ Академии разрешит нам, то мы подышим без проблем. Я с участниками своих программ делаю такое занятие, потому что это реально такое, это очень практическое. Да, сэкономите время, потому что прям могу научить конкретной практике самой простой. Поэтому вот этому стоит уделить время. То есть мы все время пытаемся оптимизировать где-то, да, вот это я буду делать, а это я не буду делать. Вот на энергию и на возможность успокаиваться стоит потратить время, потому что это вам будет весь путь пригождаться абсолютно. Пришли встречаться с официальным оппонентом, подышали, зашли, поговорили и так далее. То есть на самом деле это важно, друзья. Я, конечно, так с юмором об этом говорю, но на самом деле это очень ценное качество. Еще один очень важный момент, когда вы знаете обходные пути. То есть вот когда вы представляете не просто, как мне из точки А в точку Б попасть, а когда вы понимаете, что да, туда можно попасть, но вот можно же ведь и вот так вот пойти, а можно вот так. И в какой-то момент времени, если вы понимаете, что вот никак я не могу вот через этот пройти момент, можно выбрать другой путь. Вот точно так же, как со мной. Да, я отчислилась, я закончила свой путь, и я для себя решила, что все, я больше в эти игры не играю, больше не буду вообще писать никакую кандидатскую, мне это не надо. Я себе нашла кучу аргументов, я себя оправдала тут же. Но потом, когда случилась эта конференция, мне сказали, Наташа, ты вообще что, тебе так нельзя делать срочно? Я тут же увидела массу путей, просто как будто глаза открылись. Поэтому очень хорошо, когда вы знаете вот эти варианты, по которым можно еще пройти этот путь. И как ими воспользоваться, да, чтобы и как бы других людей не обидеть, и вот ситуацию все-таки довести до результата. Потому что очень часто, опять же, бывает ситуация вот с научными руководителями, да, когда с научным руководителем, вот, ну, не пошло, ну, не сошлись характерами люди, да, и представляете, несколько лет нужно мучиться. Вот стоит вопрос, а можно его сменить или нельзя? Можно, можно, вы можете сменить научного руководителя. Другое дело, как это сделать, чтобы не обидеть ни себя, ни человека, и все-таки дойти до финиша, до защиты. Для того, чтобы увидеть вот эти запасные маршруты, надо сначала понять основной маршрут, откуда, куда мы идем, что мы хотим, по каким вот этим станциям нам нужно, да, пройтись, да, и какие сроки у нас. То есть вот эту логистику вам нужно хорошо представлять. Я очень часто встречаюсь в ситуации, когда человек приходит ко мне на индивидуальную консультацию, мы, например, обсуждаем какую-то проблему, и мне человек говорит, я вот через полгода собираюсь защититься. Я спрошу, у вас какая ситуация сейчас, вот на каком этапе человек мне описывает свою ситуацию. И я понимаю, что ни при каких обстоятельствах он через полгода не может защититься, не потому что у него плохая работа, может быть, она изумительная, а потому что есть определенные временные нормативы, которые нужно учитывать. И если вы их не знаете, вы сами себя вводите в заблуждение по поводу длины, продолжительности каждого вот этого участка и так далее. Поэтому здесь обязательно нужно ввести ясность, внести. А как же двигаться по этому пути, что же делать, чтобы вот когда вы с этими страхами разобрались, основное, что нужно в этой ситуации, это, конечно, делать. То есть, да, бывают ситуации, когда человек берет, допустим, академический отпуск, человек в какой-то момент времени бросает. Но если вы все-таки собираетесь дойти до результата, нам обязательно нужно делать хотя бы маленькие шажки, хотя бы что-то по направлению к цели, потому что вы в какой-то момент времени случайно сказали, что эта ситуация, она циклическая, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И поэтому в какой-то момент времени вы будете опять на волне, и только благодаря тому, что вы хотя бы чуть-чуть двигались, вы начнете вновь. Что здесь очень важно? Значит, на самом деле подготовка диссертации – это такой настоящий проект, у которого есть определенная стратегия, и внутри которого есть определенные процессы, которые необходимо совершить. Если вы что-то не совершаете, у вас либо удлиняется весь путь, либо он видоизменяется, то есть он затрудняется, например, то есть здесь однозначно есть определенная технология, которой нужно пользоваться на каждом этапе пути. И что очень важно понимать, некоторые люди начинают с оптимизации, они говорят, вот мне надо там, например, 15 публикаций, я буду это делать вот так. Неправильный подход. Надо сначала начать с другого. Нужно сначала себе представить абсолютно весь путь, который вам предстоит пройти. То есть вот как план военный, да, мы находимся в этой точке, потом мы будем находиться в этой, в этой, в этой, и вот финиш вот здесь. Весь этот путь, во-первых, увидеть, построить его план. План, да, вот этот этап первый, этот этап второй, этот этап третий, то есть прорисовать. У каждой стратегической цели есть свои результаты. То есть, например, те же публикации, я сейчас подробно про все это расскажу. Когда вы поставили цели себе, вы обязательно к каждой цели, то есть цель не случайно, говорят, да, она должна быть измеримой и по времени, и по результату, что, при каких обстоятельствах вы скажете, что вы эту цель достигли. Например, публикация. Ну, сначала нужно понять, сколько их, где их нужно публиковать, с какой периодичностью вам нужно публиковаться, что там должно быть в этих публикациях, и тогда вы поймете, какой у вас должен быть результат по этим публикациям, потому что это не просто количество публикаций, да. Когда вы по каждой цели представили, прикинули себе результаты, то тогда можно думать о процессе. А как я этого буду достигать? Вот эти публикации, я их как буду делать? Когда? Да, как? Что мне нужно для этого? Да, и так далее. То есть вы начинаете углубляться в процесс делания этого. И только когда вы разбираетесь с этим процессом, вы только тогда можете начать оптимизировать. Потому что если до конца какой-то процесс непонятен, да, то человек своей оптимизацией может себе очень, как бы, сыграть злую шутку. Например, я встречала такую, и сейчас иногда слышу такую стратегию, да, что я сейчас напишу там 15 публикаций, потом их соединю в одну работу, и вот у меня диссертация готова. Работает такая оптимизация? Это самая натуральная оптимизация, да, потому что человек не собирается текст диссертации писать, грубо говоря, с нуля. Он собирается воспользоваться публикацией. Но для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, надо просто-напросто посмотреть запись нашего предыдущего вебинара. И сразу станет понятно, что нет, такой вариант не пройдет. Почему? Да потому что вы просто проверку на не те плагиат не пройдете. И поэтому, если человек не понимает процедуру, что у него будут проверять, как будут проверять этот текст, как устроены эти механизмы, что вообще подвергается проверке, какие куски однозначно у вас увидят программы, и поэтому их нельзя просто так взять, передернуть из одного места и поставить, да, то эта оптимизация выйдет просто боком, и поэтому здесь, опять же, вот эту последовательность нельзя нарушать. Стратегия, промежуточные цели, каждой цели конкретный результат, сколько страниц, сколько штук, да, то есть вот такой вот результат. Изучаем процесс, который позволяет к этому результату нам прийти, и только потом оптимизация, вот эта пошаговая вещь, она очень важна. Ну, давайте про это все конкретно поговорим. Значит, во-первых, какие приемы можно использовать для того, чтобы двигаться, зная все-таки путь, да. Я сегодня не имею возможности вот прям весь путь рассказать, потому что он не короткий, и, в общем-то, я вот основные особенности только проговорю. Значит, во-первых, у этого пути есть определенная длина. Длина есть официальная, а есть та, которую вы для себя планируете. Вот, например, когда я все-таки вернулась к идее, что я подготовлю кандидатскую диссертацию, у меня уже, я к тому времени ее писала уже 4 или 3,5 года, да, и я просто поняла, что если я не сделаю это быстро, то я это делать не буду. И поэтому я для себя определила срок сама. Я не говорила, а, так я соискатель, у меня там столько-то лет, или там кто-то говорит, я аспирант, у меня столько-то лет. Вы совершенно не привязаны к этому сроку, вы можете вообще, не находясь в статусе аспиранта, написать кандидатскую, например, ее защитить. Поэтому здесь вот этот момент, очень важно, сколько вы-то себе времени на это даете, вы сколько, вы же это же кусочек вашей жизни, да, вы сколько лет или там собираетесь этому проекту посвятить. И это нужно соотнести вот с этими временными отрезками, о которых я говорю, потому что есть регламент, вот чтобы получить эту справку, вам потребуется 2 месяца. Да, может быть, вам ее на следующий день дадут, но у организации есть 2 месяца на то, чтобы давать эту справку. И они могут дать ее за 1 день до конца этих 2 месяца. То есть вы должны это включить в свое понимание вот этой продолжительности пути. Сколько он займет по времени, например, от вот этой точки сегодняшнего дня. Не надо от самого там прихода в аспирантуру, может, вы уже несколько лет этим занимаетесь, а вот именно в сегодняшней ситуации, да, то есть не только страхи свои сегодняшние надо проанализировать, но еще и где вы на этом пути находитесь и сколько вам реально осталось до конца, до защиты, если мы учтем вот эти все регламенты. Ну и соответствует ли это вашему желанию. Да, и когда я поняла, что мой желательный путь, и когда я спросила у научного руководителя, у третьего научного руководителя, а можно, вот как вы считаете, он говорит, ну, будешь писать, чего нельзя. Можно, конечно. И я писала просто с утра до ночи, потому что я понимала, что все либо так, либо никак. Второй момент, он очень серьезный, особенно для аспирантов. Почему аспиранты почему-то... Ну, почему-то, господи, я сама была такой же аспиранткой и тоже считала, что диссертацию написать, это значит написать диссертацию, да, то есть не было понимания, что это еще куча публикаций, не было понимания, что это еще желательно где-то выступать, не было понимания, что это еще куча-куча документов взаимодействия, взаимосвязи и так далее и тому подобное, то есть вот этого всего понимания не было. Почему? Не было опыта, потому что ты пишешь диссертацию первый раз. И не нашлось человека, который об этом бы рассказал. Так вот, ваша задача состоит в том, чтобы понять, что деятельность аспиранта или декторанта – это не только проведение исследований, не только подготовка текста диссертации. Там разноплановость есть, есть разные виды деятельности, да, исследования, диссертации, автореферат, публикации, выступления, формулирования там вот этих ваших результатов научных. Я бы это вообще в отдельный вид деятельности выделила, потому что научную значимость, практическую, научную новизну, да, практическую и теоретическую значимость, это просто надо понимать, как это формулировать, для того чтобы это прям отдельная задача, да, и поэтому, когда человек вот видит, что ох, так ему вон аж чем надо заниматься, вот тогда он может понять и последовательность, и особенность, вот это первично, это вторично. Вот вопрос, да, у многих возникает. Сначала надо написать диссертацию, а потом делать публикацию, или сначала писать публикацию, а потом делать диссертацию, да, это как вопрос, кто там главнее, курица или я, да. Ну, вот, знаете, это из этой же серии, да, и вам научный руководитель скажет, нужно делать так. Конечно, вы прислушаетесь, но желательно, когда у вас есть еще свое собственное мнение, которое аргументировано чем-то, да, ну, например, я, конечно, не сторонник того, чтобы вы прям сплошные публикации писали с самого начала. Почему? Потому что если вы прочитаете внимательно требования ВАГ к публикациям, то там четко написано, научные результаты должны быть опубликованы, та-та-та-та-та-та-та-та. То есть не просто надо иметь там столько-то публикаций, а надо, чтобы в этих публикациях содержались результаты вашего научного исследования. И если вы только начали работать с этой темой, то про какие результаты мы можем говорить. Но, с другой стороны, если вы просто читаете литературу и просто как бы входите в эту тему, и не пытаетесь сформулировать мысли, то есть не выступаете, то есть если вы хотя бы не публикуетесь, вы хотя бы выступаете. Почему? Потому что так включенность, как бы вхождение вот в эту литературу, оно имеет совершенно другое качество. Вы быстрее в тему вот эту, как бы вкатитесь, да, нам станет более понятно, она начнет открываться перед вами, как вы ее будете представлять и так далее. Третий момент, безумно важный, который тоже не всегда мы учитываем сходу, что вокруг вас на протяжении всего пути будут разные субъекты, и вам нужно понимать, как с ними общаться. То есть, да, опять же, все время подчеркиваю, что момент вашего научного исследования и написания диссертации – это самый приятный, самый прекрасный, творческий, счастливый момент всего пути. Почему? Потому что вы сам с собой занимаетесь тем, что вам интересно, тем, что вас увлекает, да, общаетесь с одним-единственным человеком, научным руководителем, и, соответственно, у вас особых-то споров, ну, может быть, и есть, но это всего лишь один человек. Чем дальше вы продвигаетесь, тем начинаются общения. Одни эксперты, вторые эксперты, эксперты в организации, где писалась диссертация, эксперты в диссертационном совете, члены диссертационного совета, официальные оппоненты, ведущая организация. То есть, понимаете, вот этот круг, он расширяется. И с каждыми из этих субъектов надо понимать, как общаться. У каждого из этих субъектов есть своя роль на вашем пути. И если вы ее не до конца улавливаете, эту роль, то вы можете представление совсем другое иметь, да, на самом деле все не так. Опять же, про тех же официальных оппонентов. Они не потому что страшны, а потому что работа у официального оппонента такая, что этот человек должен указать недостатки в вашей диссертационной работе, в вашем исследовании. Если в отчете, в отзыве, то есть, прошу прощения, в отзыве официального оппонента нет недостатков или они указаны смешные, то этот отзыв просто будет вообще как бы недействительным. Да, если там недостатков нет, то его просто не примут такой отзыв. Поэтому вот эти особенности тоже нужно понимать. Зачем? Для того, чтобы грамотно выстраивать коммуникации, чтобы коммуникации вам помогали, да, какую информацию у этого узнавать, какую у этого, в какой момент взять у этого документы, как эти документы заполнить, можно ли взять образцы этих документов или где их найти, да. То есть, вот эти вот все коммуникативные вещи, мы их тоже недооцениваем, а они либо помогают очень сильно, либо мешают, мешают. Потому что про некоторых говорят, ну, у тебя так все гладко. Да то, что он со всеми общается, он понимает, у кого что спросить, у кого какой документ или какую информацию получить, и поэтому у него как бы гладко. Ну и, конечно, безусловно, вот этот прием, когда вы правильно расставляете приоритеты, тоже очень важен. Вот с чего начать? Сначала автореферак писать или сначала диссертацию? Ну, для кого-то этот вопрос прозвучит вообще дико, потому что традиционно считается, что сначала, конечно, пишут диссертацию, потом автореферак. Но это не всегда так, друзья, не всегда. То есть, есть разные подходы, есть разные технологии, точно так же, как по соотношению публикации и диссертации. Когда надо публиковать там те публикации, ваковские, например, когда простые, когда имеет смысл уже выступать, а когда имеет смысл участвовать в конференциях и только слушать, например, наполняться, да. То есть, вот это вот всё, мало того, что есть какие-то этапы, надо для себя выстроить их в определённую последовательность. Сейчас я занимаюсь вот этим. Про это я не думаю, не переживаю, не занимаю своего времени на это. Да, то есть, этот приём, когда вы можете приоритеты, главные, вот такие расставить у себя, он тоже снижает уровень напряжения определённый, да, потому что вы не переживаете обо всём подряд. А когда человек, например, увидел этот путь и без приоритетности просто посмотрел на все этапы, у него просто ужас. Он говорит, ах, так я, наверное, вообще это делать не буду. Поэтому всё нормально. Есть этапы, есть возможность их расставить под один, два, три и двигаться в этом направлении. Ну и ещё, если мы говорим о стратегических целях, и обязательно у этих целей должен быть результат. Какие у нас результаты, да, и цели одновременно на пути встречаются? Ну, во-первых, это диссертация. То есть, хотим, не хотим, диссертацию-то нам написать нужно. Как здесь поставить себе правильный результат? Во-первых, опять же, понятно, диссертацию можно писать быстрее, можно писать дольше. Самое главное, вы для себя должны понять как минимум её объём. Вы какого объёма пишете работу? Опять же, если вы посмотрите диссертации по разным специальностям, объёмы даже той же кандидатской диссертации, они, кстати говоря, вакуум, не регламентированы, нет такого регламента, какой объём должен быть. Так вот, в разных специальностях объёмы очень разнятся, очень. Начиная от 110-120 страниц кандидатская диссертация, заканчивая там 290-300 страниц кандидатская диссертация. Поэтому в среднем, естественно, мы берём ориентир где-то там на 150-170 страниц, да, и, соответственно, что мы делаем? Вы проведите просто декомпозицию, если вам страшно. А когда мы говорим про докторскую, да, и тоже рассказывала этот сюжет, когда я ещё только начинала думать о докторской диссертации, меня пригласили, приезжай на защиту, вот докторская у нас как раз будет, там замечательная женщина защищается, приезжай, а я приехала. Я увидела работу вот такой толщины, просто вот такой, там, 400 с лишним страниц, мне было плохо, в общем, как так вот человек взял и написал такую работу. Вот, и если вам плохо становится от звучания этого объёма, проведите декомпозицию, разделите просто на то время, которое вы для себя запланировали, и попытайтесь понять, каким темпом вам нужно преодолевать это расстояние, чтобы вот этот объём вам удался, с каким ритмом, ритмичностью вам нужно его писать. То же самое касается новизны и значимости. Очень всё разнится по специальностям, поэтому поинтересуйтесь, сколько в вашей специальности должно быть пунктов новизны, как отражается, насколько полно, насколько, каким типом, да, отражается вот эта теоретическая и практическая значимость. То есть заранее нужно это посмотреть для того, чтобы, опять же, понять, я уже достиг результата или нет, или мне ещё надо очень сильно поработать, чтобы вот эта новизна у меня расширилась до такого-то количества пунктов. Опять же, в некоторых кандидатских диссертациях это три положения новизны, в некоторых, например, восемь, хотя в некоторых докторских нет восьми положений, поэтому здесь тоже вот этот момент очень важен. Автореферат. Автореферат – это очень серьёзный документ, это, кстати, не просто книжечка, это документ, это самостоятельный научный труд. В прошлый раз я говорила, что автореферат не защищается авторскими правами, это действительно так, он считается как неотъемлемая часть диссертации, поэтому автореферат, он и пишется по другой технологии, и когда тоже он имеет определённый объём, причём если диссертацию, вот она так может колебаться в своих размерах, то автореферат нет. И тоже вы должны для себя определить, когда вы этот автореферат начинаете писать, какой для вас регламентирован объём, здесь регламент есть, жёсткий, никакого нарушения здесь делать нельзя, и что конкретно там нужно в этом автореферате разместить, какую технологию вы выбираете для того, чтобы этот автореферат заиграл ярко и был написан классно. Почему? Потому что автореферат у вас будет читаться намного чаще, чем ваша диссертация, несмотря на то, что и то, и другое будет в открытом виде находиться, висеть на сайте диссертационного совета, но понятно, что сначала люди прочитают автореферат, если он заинтересует, тогда откроют диссертацию. Что касается публикации, сейчас по публикациям тоже ВАГ имеет конкретный регламент, для кандидатов это 2 или 3, в зависимости от вашей специальности, значит, для докторов наук там другой регламент, по-моему, 13-15, я сейчас, честно говоря, что-то запуталась, но сразу хочу сказать, что сейчас, прямо сейчас происходит изменение в этих требованиях и, соответственно, изменяется их качественное требование, то есть там не просто публикации в журналах в ВАГ будет и количественное требование, потому что там будет конкретная циферка, сколько других публикаций должно быть. Обращаю ваше внимание, что по публикациям, когда вы открываете положение и видите, например, что для доктора наук там по гуманитарным специальностям надо 15, например, публикаций, это, друзья, минимум, значит, у вас обязательно должен быть запас. Вот и считайте, человек, например, говорит, а я собираюсь докторскую написать за год. Ну вот условный пример, да, вопрос. Человеку надо сначала иметь 15 публикаций, только в АКовских, плюс там, например, две запасных, плюс там хотя бы там 5-7 на конференциях на каких-то или в журналах, а лучше, как говорят, а лучше столько же, да, сколько в АКовских. Так это как, за год? Нет, это нереально. То есть, вот, понимаете, все взаимосвязано, и поэтому, если что-то одно вы не проанализировали для себя, не разобрались с этим, то постепенно, когда-то, в какой-то момент времени это выстрелит, и оно может просто остановить вас. Опять же, конкретная ситуация, участник моей программы, диссертация, диссертация весенний прорыв, да, когда мы индивидуально работаем с людьми, когда человек пришел, выяснилось, что у него не хватает вот этой публикации ВАК. Он об этом даже не знал, о том, что ему нужна дополнительная публикация. Поэтому здесь это вот очень важно. Тем более, эти публикации, они не от вас вообще зависят, да, потому что вы статью написали, отдали, а ее еще должны принять и опубликовать, а на это может уйти несколько месяцев, смотря какой журнал. Вообще, как бы, такой черный ящик, это документы. Опять же, нам кажется, ну, мы-то какое отношение к этим документам имеем? Есть же диссертационный совет или есть аспирантура на другом этапе нашего пути? Да, есть и те, и другие, но документы чаще всего делает аспирант. Делает или помогает их делать, или все равно он куда-то их там передвигает, эти документы, да, переносит, подписывает, переносит, уносит и так далее. То есть, пока вы пишете диссертацию, вы даже не задумываетесь об этом. Но когда происходит вот этот вот к финишу сама подготовка диссертации движется, у вас сразу возникает вот этот вот этап подготовки документов. так вот, если об этом знать заранее, понимать, какие документы нужны, в какой момент они нужны, этим можно заниматься за год. То есть, вот опять же, да, на том же курсе, о котором я сейчас расскажу, мы рассматриваем вот эти вещи, я уже говорю, вот вы, например, прямо с сегодняшнего дня можете делать вот это, а потом можно делать вот это. У вас еще диссертация не написана, а вы уже потихонечку делаете, вот, ну, бывают ситуации, опять же, когда, ну, не пишется диссертация, просто так сидеть перед компьютером, нет, конечно, делать другое, чтобы сэкономить время. Ну, и, безусловно, люди, опять же, да, мы с некоторыми людьми общаемся официально, формально, ну, потому что обязаны с ними общаться, а с некоторыми можем общаться неформально. И эти люди вам могут подсказать, помочь и так далее и тому подобное. Мне часто задают вопрос, а вот как вы, вот там, вот моя, например, деятельность консультационная, да, соотносится с тем, что у человека есть научный руководитель или научный консультант. Да, прекрасно соотносится, потому что я на место научного руководителя или консультанта никогда не претендую. Я помогаю технически, да, то есть я подсказываю, как оптимизировать работу, как ее грамотнее построить, как этот же путь пройти быстрее, какими приемами и технологиями можно для этого воспользоваться. Безусловно, не снижая качество работы, потому что мне важно, чтобы люди успешно защитились. Если мы будем оптимизировать за счет того, что мы ухудшим качество, мы в результате, то результат это самого и не получим, потому что защита, она же не состоится просто-напросто. Поэтому здесь вот эти вот вещи, вот эти приемы, да, вот это понимание и вот этот самый главный прием, цель, результат, вот понять, да, это очень важно. Если вы не понимаете пока этого, не разобрались, вы еще только в начале пути, достаточно сложно это все понять. Есть некоторые вещи, которые нигде не написаны, это просто устоявшаяся практика. Не всегда об этом удобно где-то спрашивать, да, то, соответственно, мы вас приглашаем на курс, который называется «Технология подготовки успешной диссертации». Этот курс мы уже проводили с Директ-Академией в осенью прошлого года и, соответственно, сейчас этот курс стартует в мае. Вот буквально на слайде я не успела поменять, мы перед вебинаром с половичем проговорили, что это будет 21 мая. Я буквально, чтобы вас не утомлять, но тем не менее познакомить и, может быть, что-то будут вопросы прокомментировать, покажу, какие будут курсы, какие будут темы. То есть этот курс построен таким образом, что он показывает абсолютно весь ваш путь. Весь. Вот если вы почитаете отзывы на страничке курса, то вы увидите, что люди все говорят о том, что вот теперь стало все понятно. То есть откуда мы начинаем, какие этапы проходим и куда. Более того, курс устроен так, что мы просматриваем особенности и для аспиранта, и для докторанта. Опять же, неважно, если вы не аспиранта, вы просто самостоятельно пишете кандидатскую диссертацию, тоже самое. Мы про аспирантуру ничего не говорим. Да, мы говорим только про путь диссертанта, то есть человека, который пишет диссертацию и защищает ее. Второе, как раз мы говорим о том, на второй теме, как раз мы рассматриваем все виды деятельности, как их можно спланировать, как их можно оптимизировать, в какой последовательности их правильно делать. И опять же, особенность курса состоит в том, что я ни в коем мере не настраиваю вас на то, что вы делаете только так и никак иначе. Я вам показываю варианты, можно так, можно так, можно так, а вы уже выбираете под себя, под то, как вы взаимодействуете с научным руководителем, под ваши возможности, под ваши желания. В третьей теме мы говорим о публикациях и конференциях, то есть и о выступлениях, и о подготовке к публикации. В четвертой теме мы рассматриваем все шаги, которые нужно пройти, чтобы диссертация завершилась успешной защитой. Здесь они подробно рассматриваются, на половине шагов мы прям очень подробно говорим, а половина шагов вносится в отдельные темы. То есть пятая тема посвящена вопросам работы с литературой, с литературными источниками, как правильно, цифровыми источниками. То есть готовимся к тому, чтобы работать с текстом. То есть что делать, чтобы потом это было успешно. В шестой теме мы как раз говорим о диссертации и обо всем, что связано с ее подготовкой. Седьмая тема вообще полностью посвящена автореферату, потому что это очень важный момент и отзывам на автореферат и так далее. А последняя тема, заключительная, мы говорим о защите. Как к ней подготовиться, какие документы нужны, как их оформить, как себя эмоционально подготовить, как доклад. В общем, про все, про все, что связано с защитой, как делать так, чтобы вам было там комфортно в этот день, потому что этот день яркий, редкий, не каждый же день защищаете диссертацию, поэтому он должен быть, конечно, приятным. Поэтому основная идея курса состоит в том, что все, что у вас не получается, можно натренировать, всему можно научиться. Технологии уже известны, их просто нужно взять и использовать. Причем технологии разные, вы выбираете, точно так же, как в спортзале. Кто-то идет на йогу, кто-то идет на аэробику, кто-то идет в тренажерный зал. Пожалуйста, разнообразие большое, поэтому здесь тоже можно этим всем воспользоваться и применять прямо на практике, потому что у нас будут домашние задания. Ну и, соответственно, курс в том числе мотивационный. И я сегодня хочу закончить на том, что путь этот сложный, он долгий, и поэтому если себя не поддерживать, не хвалить, не вдохновлять, то он становится труднее. Поэтому на протяжении курса я этим буду заниматься, а после курса будете себя поддерживать так, чтобы вам этот путь казался более простым и приятным. Ну что, друзья, я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Если вопросы... Я вам вижу, правда, пишите вы их или не пишите, да? Поэтому, если вопросы есть, вы, пожалуйста, их задайте. Я с удовольствием на них отвечу. Про курс еще буквально одно слово. Курс будет продолжаться один месяц, то есть мы будем встречаться два раза в неделю. Задания домашние можно не делать, но результат будет проще, скажем так, да? Потому что, конечно, как раз домашние задания не позволят вам продвигаться. Поэтому здесь однозначно лучше делать. Если вдруг сейчас вопросы по каким-то соображениям, вы стесняетесь написать в чат, они у вас есть, можете написать на электронную почту, я на вопросы отвечаю. Поэтому я еще какое-то время побуду здесь, подожду ваших вопросов, потому что, возможно, кто-то пишет. Если нет, то вам огромное спасибо, что нашли время присоединиться, что вам интересна эта тема. Я очень рада нашим встречам. Надеюсь, что сегодняшняя наша тема была для вас полезной. И, конечно, жду вас в следующий раз. В следующий раз мы будем говорить о мониторинге авторефератов и диссертации. Кто это делает, нет, как это делать и так далее. Но это через месяц. Вам всего доброго, хорошего дня, до свидания. Дорогие друзья, разрешите вас поблагодарить за участие в нашем вебинаре. Я надеюсь, что наша сегодняшняя информация была для вас полезной. Хочу еще раз обратить внимание о моей ссылке в чате по поводу начала нашего курса. Хотел бы также сказать, что мы сомневались, начинать ли этот курс в мае или через год после запуска первого курса. Провели опрос, и оказалось, что значительное число участвующих в опросе высказалось за то, чтобы в мае тоже этот курс проводить. Так что мы рискнули провести его и в мае. Кто хочет принять участие, не откладывайте на потом. Мы вас ждем на нашем курсе. Ну что ж, всем спасибо. Спасибо Наталье за вебинар, как всегда, замечательно проведенный. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...